Друзья, привет! Я сейчас нахожусь в церкви спасения пастора Филиппа Савочки. Только что закончил проповедовать, и разные люди подходили, чтобы поблагодарить, сказать, что спасибо за слово. И ко мне подошла Оля. Вы сейчас познакомились, Оля, привет! И она рассказала интересное свидетельство, которое очень меня удивило. Оля, пожалуйста, расскажите, можешь ближе подойти, чтобы нам было слышно? Да, здравствуйте всем, витаю вас. Я подошла к Сергею поблагодарить за прекрасный Пенуэл, через которого Бог действовал лично в моей жизни. Я долго шла к Богу, но благодаря Пенуэлу, скажем так, начало было в моей жизни через Пенуэл, через диски. Я приходила в 3 часа ночи, я приходила пьяная, я приходила в сигаретном угаре, но я открывала Пенуэл. У меня было время, это 6 утра, я открывала в 6 утра ровно Библию, читала Пенуэл. То есть ты приходила домой пьяная, накуренная, открывала Пенуэл и молилась? И молилась, да. А почему? Кто тебе дал Пенуэл? Мне дали мои друзья верующие, они мне также звонили, то есть они проверяли, контролировали. А потом я уже им звонила, контролировала. Проводишь ли ты время с Богом? Да. То есть они знали, что даже ты можешь быть выпившей, да? Что они все равно звонят и говорят, что давай на путь, или как? Да, ну я не то, что я не была алкоголиком, нет. Это были просто, ну там суббота, воскресенье мы проводили таким образом время, да. И было такое время, что я приходила, но у меня каждое утро я уделяла. Я не была тогда верующая, сейчас я член церкви, я сейчас служу Богу, и уже три года я... В церкви спасения? Да, член церкви спасения. Хариограф, да? Хариограф, да. Хариограф в церкви спасения сейчас. Да, и в то время мне Пенуэл вот давал толчок такой жизни. Я знала, что у меня есть грех, я знала, что мне нужно оставить, но благодаря молитвам и Библии я открывала Библию. Я уделяла это время. Может быть много я не понимала, что там пишут, но я уделяла это время для Бога. И спустя время я увидела Сергея, мы сейчас здесь в церкви, просто пришла бы поблагодарить. Короче, друзья, молитесь. В каком бы вы ни были состоянии, идите к Богу. Видите, вот Оля показала хороший пример. В любом состоянии надо хоть ползти, хоть катиться, не можете ползти, катитесь в сторону Бога, но идите к Нему. Мы хотим иногда измениться, а потом к Богу пойти. Надо сначала идти к Богу такими, как мы есть, а Он изменяет нас. Спасибо за обогрение. Спасибо.